И все, привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас игровой видеоролик, который уже будет посвящен новым интересным вооружениям после одного замечательного, интереснейшего обновления с новыми корпусами на устройство, да? То есть, я не буду сегодня играть на Хантере, я не буду тестить новое устройство, но я буду уже экспериментировать и обозревать те самые интересные вооружения, которые изменились, по моему мнению, в балансе, и будем рассматривать их полноценно. Сегодня мы поиграем на том самом Харьке, который вас уже немножечко заколебал, но объективно рассмотреть в плане нагиба данное вооружение без Харька будет бессмысленно, по моему мнению, поэтому сегодня мы играем на корпусе Харек, и использовать, как вы уже видите, будем пушку молот с дыханием дракона, как вы знаете, буквально, наверное, месяц, может быть, чуть больше назад данное интересное устройство апнули, то есть теперь кучность выстрела у него почти настолько же крутая, как и у слагеря, но и при этом, в всем раскладе, еще у нас имеется поджигание танка противника, а как вы знаете, сейчас у нас что поджигание, что заморозка, не защищается резистом от жиги или от фреза, соответственно, только если у вас на Хантере есть дополнительное устройство, которое защищает от поджога и от заморозки, тогда вы можете сейвиться от данных интересных пушек, таких как молот, таких как пулкан на поджог, и таких как, что у нас еще вообще в игре есть, смока. Поэтому сегодня мы тестируем молот с поджогом, пару-тройку матчмейкинговых интересных каток мы скатаем, я думаю, что и контроль точек, и захват флага полноценно подходят под данный видос, скатаем, рассмотрим, посмотрим, ну а вас я лишь прошу поддержать данный видеоролик лайком, если вам нравятся игровые видосы, если вам нравится данная тематика, и если вы хотите видеть подобного рода видеоролики как можно, как можно чаще, то как только на данном видосе набирается 150 лайков, я смотрю ваши комментарии, смотрю эту самую нагибаторскую активность, и сразу же бегу быстренько записывать новый игровой видос. Закидывает меня на карту Йоркшер, закидывает уже на карту, в которой, по сути, все уже предрешено, можно так сказать, и катка ближится к своему логическому завершению, но я, наверное, отчаиваться сильно не буду, попытаюсь хотя бы долететь до какого-нибудь центрика, а может даже и до верха по своему опыту, 300 очков у первого места, но я думаю, что, по сути, наверное, это не особая проблема, овердайв у меня уже имеется, ну и теперь попытаемся выиграть катку, ну и, может быть, зацепиться за какие-то определенные звезды, может у меня даже удастся, там, до второго места долететь, как-нибудь круто, ну и главное, конечно, рассматривать наше интересное вооружение, смотреть, насколько жестко данный молот будет здесь нагибать у нас, и полезно, на сколько он будет у нас в ночмейкинговом бою. Пока что я особо большого количества противников не вижу, поэтому немножечко грустновато в этом плане, но урон, я думаю, что наносить можно будет, с овердрайвом, так там вообще должно лететь, дай бог, каждому, и дамажиться очень сильно будет противник, но пока делаем акцент на захват точек, сейчас у меня жига там с чем? С компактными баллонами, ну, конечно, компактники теперь у нас в игре тоже появились, возможно, в ближайших видосах, если вам это будет интересно, мы тоже, также компактные баллоны посмотрим, пообозреваем, я там на стриме немножечко играл на компактниках, не сказать, что прям люто-дикая имба, но все же устройство сейчас выглядит немножечко посильнее, немножечко поинтересней, ну, а сегодня у нас чистый интересный молот с дыханием дракона, и нам надо его полноценно реализовывать. Если я не ошибаюсь, сейчас, если у викинга не будет резиста от молота, то с двух выстрелов его спокойнейшим образом, даже при расходке, можно будет слить без овердрайва на харьке, и это очень-очень даже круто, все-таки поджог довольно-таки сильный имеется у данной интересной пушки, сейчас тут вообще подлака выдал, можно сразу же быстро пытаться смещаться на центр, прожимать овердрайвкой, ой, это слой, боже, думаю, я уже по своим стреляю, это все, это гг, давайте наши тиммейки там забирают точку, а я пока дождусь, пока перезарядить мой молот, и теперь попытаюсь уже накинуть, ай-яй-яй, башни промазал, боже, ну я, ну бас, ну вернее, как промазал, выстрелил те танки, которые уже горели, так догорит он, не догорит, 0 хп осталось у него, я ему дал 2 200, и осталось ровным счетом 0, хпшечки у данного молодого человечка, но остается 25 секунд до конца, у первого места 440 опыта, я захотел, у него было 300, но у меня 200 опыта, соответственно, в данной катке, на данный период времени не имеется, не сказать, что я успел полноценно раскрыть данное вооружение в этом бою, но все же и времени было мало, пока овердрайв там набился, у ребят там уже овердрайва были, чуть пореспился, чуть-чуть не пошло, и, соответственно, данную катку полноценно я не реализовал, ну и заодно как бы немножечко размялся, теперь уже имею представление, как мне нужно играть, поэтому еще одну полноценную катку в контроле точек мы играем, ну а дальше уже зайдем в захват плага, не сказать, что удобная карта сейчас у нас для фори молота имеется, все же для данного вооружения свойственно более средние карты, такие как, например, ну средние и маленькие, такие как сандал, там песочек, можно там платошечку какую-то поиграть, но более удобно все-таки на маленьких картах на носитюрам, поэтому Брест не является самой удобной картой, но я думаю, что попробуем реализовать максимально грамотно данное интересное вооружение в этом бою, посмотрим, что у нас из этого вообще получится и выйдет, сейчас можно по идее дать раскачку наверх, но почему-то, почему-то до него даже ничего не долетало, сейчас хоть по 300 урона нанес, ему поджог от 300 урона не пошел, к сожалению, но главное выигрывать, главное доминировать и наносить урон уже под аргентанком, сейчас, кстати, тоже какой-то очень маленький урон прошел, чуть-чуть погорит, сейчас наша Воспожига остается у нее скорее всего очень мало ХП, но резист 48% его все же немножечко-немножечко в этом плане засейвил. 8-0 уже ведем, я думаю, что можно будет сейчас попытаться поиграть больше здесь от центра, Титана почти с двух выстрелов снял, оставалось у него там буквально, наверное, может тысяча, может даже меньше ХПшечки, но делаем акцент исключительно на наверное сейчас вражеский респ, пойдем туда немножко подавим, посмотрим, где здесь будет более грамотно поражать овердайв, наверное, вот так, догореть, не догореть, нет, не горел, еще один молот, когда по нему выдаем, кстати, я заметил, что у молота, мне так кажется, перезарядка стала немножечко-немножечко дольше, ну, может, конечно, я и ошибаюсь, напишите по этому поводу те ребята, которые играют все-таки на молоте почаще и побольше, я все же играю на данной пушке довольно-таки редко, мне как-то моментами кажется, что что-то как-то очень долго перезаряжается, но может быть, что я и в принципе и ошибаюсь, но точку, к сожалению, данную мы не захватываем, на первом месте пока что я где-то теку, продвигаюсь и как-то потихоньку что-то здесь складывается, получается, главное, что мы уже 20 точек захватываем, ну, а я лишь могу наносить продолжать урон по своим противникам, так, есть здесь хорнаторельца, которая, наверное, хочет, чтобы, нифига себе, я уже там дождал тайминга, думал, что ггшечка и ничего там не прилетит по мне, но что-то урон летит, опять мне помешался мой тиммейт, еще подлагала немножко, и урон чересчур большой по данному молодому человеку не прошел. Чем мне нравится еще пушка-молот, это тем, что, по сути, в ТДМках всяких, да и даже в ЦП, если у вас есть сокоманники, которые наносят, например, дэмэдж с вулканов, там, с продувов, и вы контролируете ХП противника, вы, по сути, можете забирать дополнительные фраги, да, может быть, в каком-то моменте вы скажете мне, что это крысовство, это не совсем честно, но все же можно пользоваться своими возможностями данной интересной пушки и дополнительные фраги забирать, соответственно, забирать не только фраги, но и первое место, и формить звезды, формить кристаллы, и забирать первые позиции в боях. Что касаемо ЦПшки, вы видите, что это досрочка, все же я, конечно, свое первое место здесь заработал, 10 киллов набил, не сказать, что такие большие карты максимально подходят для данной пушки, ну а теперь сыграем в захвате флага и тогда уже подведем итоги, я выскажу свою точку зрения по данной пушке, по данному устройству, все же акцентировать полноценно внимание на хорьке мы не будем, хорек, как вы знаете, всегда у нас на данный период времени является имбовым корпусом, и говорить о нем уже я не вижу смысла, ну и попытаемся сейчас повыводить флаг, попытаемся подамажить, 2200, отличный выстрел, горение, и все же я понимаю, что мне надо более аккуратно наносить урон по противнику, то есть кидать максимально в центр корпуса, дабы максимальный урон проходил по танку, все же я моментами играю немножечко, так у меня крита ошибка, немножечко неаккуратно, наношу не максимальный дэмэдж с того молота, не попадают все дроби, и соответственно танк меньше горит, если я буду попадать полную дробь, буду внимательно стрелять, аккуратно стрелять, то соответственно и урона наносить я буду по противнику больше, поэтому надо немножко в этом плане внимательнее стрелять, может быть более аккуратно, поэтому давайте сейчас сольем титанчик, отлично, с трех выстрелов он падает, за счет дыхания дракончика, как вы видите, данную ситуацию реализовать в свою пользу можно, если у вас будет слагерь, то, к сожалению, вы не сможете добить так танк, ну а здесь у меня за счет устройства это получилось сделать, сейчас надо немножечко убежать, 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 фриз, хорошо, конечно, что он без заморозки, то я бы встал бы колом, но, лак, я так понял, наш тоже здесь ушел, блин, хотел скинуть под тиммейт, а тиммейт стоит пока, я надеюсь, хоть кто-то заберет этот флажочек, а я поеду в свою очередь на возврат, но похоже, похоже, Дима, не спи, Димас, эту картку с 0.1, хотя, 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 а нет, еще не разбивает кольцом, все плохо, все плохо в этом плане, аптечка есть, оп, а вот теперь мы просто бежим, бежим, текаем, 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 улетаем, 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 сокращаем дистанцию, уходим на поворот, и теперь можно уже полноценно сравнивать счет, очень быстро отыгрываемся, и это, конечно, не может здесь меня ни разу, не радовать, может даже запинуть, ну ладно, 4,5 минуты до конца у нас имеются, я не сказать, что сейчас прожал очень грамотный овердрайв, не совсем у меня получилось его полноценно реализовать, аптечки у меня не было, но там нанести урон по противнику все же стоило, сейчас тиммейт надеюсь, что, нет, все же сливается, хотя, а хотя, а хотя, а хотя, можно было, конечно, вот здесь обломать, и данный флаг противнику не отдать, сейчас фриз мне пытается заморожить, опять эти лаги в танках у нас, что в последнее время этих лагов очень много, флаг почему-то у меня не подбирается, ну ладно, хоть урона по наношу, флаг хоть не подборывался, подобрался, но я надеюсь, что урона я внес довольно-таки много, по своему оппоненту, 86% овердрайва у меня уже имеется, фриз прожил овер и просто покатался с ним, тоже неплохо, противник уводит, флажочек наш тиммейт, я так понимаю, что тоже, да, хорошо, я тогда отправляюсь на возврат, у меня овер имеется, аптечка имеется, надо просто врываться, просто возвращать этот флаг, и с легкостью делать счет 2-2, минка, ага, понял 2-2, хорошо, внимательно, замечательно, как я промазал, боже, еще у меня, кто-то там что-то помешал, как-то что-то не полетело, но в общем и целом, я опять не сумел полноценно влететь, ну ладно, надеюсь, что даже 3-1 мы в этом бою сумеем камбэкнуть, но немножко, немножко не пошло, немножко не повезло, ладно, держим флаг, не смотрим на свои неудачи, опять лаг, боже, ты мой, а, залагал этот хорек, чуть один минус не улетел, и побежали, 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 3-2 делаем, да, тиммейты мои будут сегодня включаться, я не вижу ни одного тиммейта, который мне мог бы помочь, который бы мог мне как-то подсаппортить, в определенных моментах, на данной замечательной карте, так, с двух выстрелов отлично, сливаем, титанчика на, пулемете, сейчас попытаемся слетево, наверное, еще раз, что за лаги, друзья, у вас сейчас, лаги, боже, как я неудобно прыгнул, часто у вас лаги в игре у нас происходит, ладно, давайте быстро делимся, о, тиммейт, хорош, давай, лучше, лучше, дядя, приз, фриза нагнет, нагнет, нет, не нагнет, к сожалению, не нагнет, и у нас, походу, флаг тоже уходит, да, у нас флаг ушел, ведь они ставят, боже, ну, как так, ну, как так, это работает, друзья, но я только, хоп-хоп-хоп, и все, ну, вот, потеряли, как такое может быть, и вот, только, пытаешь, что-то накинуть, а там уже, он, игрушечка, и запахло, и, проигранного момента, ладно, хоть этого забрал, этого заберу, этого, бегу, 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 живи, живи, хэштег, живи, 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 теперь по титану, по титану, урон, урон, быстрый, урон, урон, ну, слейте его, кто-то, хорошо, ставим, ну, хотя бы, 4,3, есть, хорошо, так тиммейты мои потиху начинают просыпаться так стоп и на куда везем никуда мы не везем правильно так теперь мы едем в атаку надеюсь что сейчас дима не дима не будет прожимать овердрайв дима же на дебатор какой может овердрайв так титанчика мой мамы то огнем хорошо урончиков кинули а теперь парис по респу надеюсь hunter не догонит 9 hunter не догонит процедурую по рискной по риску по риску и после ricochet ricochet вот парик нет нетdamarna to go нет пропаете промаш 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 смаковод промаж еще промаш еще там это просто бега где мои тиммейт обе теме пожалуйста где мои тиммейты могут они мне помочь сегодня или нет или я сейчас опять проиграют оттой и все будет очень плохо надеюсь на то что хотя бы 4 4 мы в этом бою сделаем так еще плюс фраг еще плюс поджог я слежу за увозом вот этого молодого человека может иначе иначе мне гром просто респит и мы проигрываем сожалению данную замечательную катку очень видно очень обидно то что мы не сумели выиграть в общем и целом что я могу сказать с данным устройством на данный период времени молот смотрится очень даже неплохо да несмотря на то что я где-то какими-то моментами промазывал там ошибался и не реализовывал его на максимум но я могу сказать то что данное устройство имеет смысл быть и если его сейчас полноценно сравнивается с лагерем то все же я отдаю свое предпочтение именно дыханию драгона да может быть немножечко в плане кучности стрельбы данное устройство уступает с лагерю на средних и более дальних дистанциях но что касаемо ближней дистанции данное устройство покажет себя намного таки намного лучше все же вам надо просто пытаться как можно аккуратнее и внимательнее стрелять и соответственно вы получите пушку которая будет наносить дэмэдж хороший плюс еще танк противника по которому вы наносите урок будет поджигаться соответственно вы будете компенсировать как минимум один выстрел то есть вы сможете уничтожить викинга с двух выстрелов вы сможете задамажить титана либо мамонта с трех выстрелов чего вы не сможете сделать на с лагеря потому что вам не хватит просто-напросто выстрелов с одного баллона чтобы уничтожить тяжелый танк но из двух выстрелов можете убить любой средний там диктатор hunter викинг при грамотно неправильной стрельбе поэтому данное устройство на мои на мой взгляд сейчас является чуть-чуть апнутым потому что ну понятно дело что не у каждого будут резисты от продував если даже смотреть на hunter да если не говорить о других корпусах о которых ну сейчас в общем у которых сейчас нет резиста полноценного джиги соответственно вы потом два раза по 300 урона или два раза там по 150 наносите и это в каких-то моментах может сильно решать поэтому задумайтесь друзья если любите данную пушку играете например нас лагере я бы вам сейчас посоветовал все же прикупить данное устройство вот такой твердоролик у нас сегодня получился не наш ты уже сегодня запинаюсь заикаюсь что у меня с речью не так наверное чересчур много переговорил получился если он вам понравился друзья не забывайте прожимать лайки не забывайте подписываться на канал не забывайте нажимать на колокольчик дабы ничего не пропускать и приходить на стримы которые у нас в 10 часов вечера в 10 30 проходят буду вас всех то обязательно ждать будем тестировать новые интересные вооружения ну и также смотреть возможно таки новые устройства на хантере всем удачи друзья и всем пока